Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Сегодня у нас очередная лекция о Второй мировой войне. На предыдущей мы говорили о тех событиях, которые развернулись в 1941-1943 годах на Тихом океане и собирались рассказать про то, что происходило на Африканском театре военных действий, но настолько увлеклись рассказом о борьбе американцев и японцев в Тихоокеанском регионе, что времени на Африку не осталось. Оставить голодающую Африку без нашего освещения мы никак не можем, поэтому сегодня наша лекция, возможно, несколько более короткая, чем предыдущая, будет посвящена именно тем событиям, которые привели к поражению стран оси в Северной Африке, в Центральной Африке, в Восточной Западной Африке и о том, как англичане и американцы перенесли боенные действия в Европу. Об открытии того, что сами они называют Вторым фронтом, но мы это Вторым фронтом считать не будем. Как известно, в июне 1940 года Франция, разгромленная Германией, капитулировала. Британский экспедиционный корпус покинул территорию европейского континента, укрывшись на островах. Гитлер начинает битву за Англию, воздушную битву за Англию. А вот самой Францией положение оказалось достаточно двойственное. Часть Франции, Северная Франция была оккупирована немцами, а вот на юге Франции установился пронацистский режим во главе с маршалом Петеном, столицей которого был город Виши. Поэтому этот режим называют вишистским режимом. Статус вишистского режима был достаточно неопределен. С одной стороны, они вроде как бы лояльны Гитлеру, с другой стороны, они вроде как бы бывшие союзники Великобритании и войны Великобритании не объявляли. Но Великобританию всерьез заботит та ситуация, которая может сложиться с французским флотом. Французский флот, который в это время по большей части располагался в различных портах либо самой Великобритании, либо африканского континента, представлял собой достаточно грозную силу. Перед войной французы всерьез озаботились собственными военно-морскими силами и создали очень неплохой флот, который сейчас мог попасть в руки немцев. Англичане этого допустить никак не могли, и чтобы локализовать эту угрозу, в июле 1940 года англичане проводят операцию «Катапульта». По заранее разработанному плану, в один и тот же день 3 июля 1940 года британские военные силы пытаются взять под контроль французские корабли в разных гаванях. Французский флот был рассредоточен. Частично он стоял в британских портах Плимуте и Портсмуте. Другая часть стояла в британском Египте, в городе Александрия. Третья часть французского флота располагалась во французских колониях в Алжире и в Сенегале. И, наконец, еще одна часть располагалась в Вест-Индии, на острове Мартиника. Теперь вот эти корабли англичане все одновременно пытаются взять под контроль. Где-то все прошло относительно гладко, как, например, на территории собственной Британии, где почти без сопротивления англичанам удалось несколько французских кораблей под контроль взять, хотя там тоже не обошлось без стрельбы. В Александрии, в Египте, англичанам и руководству французской эскадры удалось договориться о том, что французская эскадра разоружится, и она простояла в британском порту, в таком разоруженном состоянии, достаточно долгое время, а потом присоединилась уже на последнем этапе Второй мировой войны к французским вооруженным силам, когда те снова выступили против нацистской Германии. Те корабли, которые находились в Вест-Индии, в Карибском море, англичанам захватить не удалось, потому что в дело вмешались Соединенные Штаты и добились перехода этих кораблей, продажи этих кораблей Вишистской Франции американскому флоту. А вот в двух местах, в гавани Мерс-Эль-Кибир в Алжире и в гавани Дакара, в Сенегале развернулись очень трагические события. Англичане выдвинули французам ультиматум, однако французы на этот ультиматум не согласились, издавать свои корабли англичанам не пожелали, и тогда англичане начинают атаку. И огнем собственных боевых кораблей, линкоров, и атаками собственных самолетов, торпедоносцев, они атакуют французские линейные корабли и прочие корабли, стоящие в этих гаванях, и наносят им достаточно существенный урон. Нельзя сказать, что англичане весь французский флот перетопили, но корабли были серьезно повреждены и в дальнейшем практически не участвовали в ходе военных действий. Таким образом англичане решили свою задачу. Они обезопасили флот от возможности перехода в руки немцев. Однако для французских моряков вот эта вот кровь, пролитая в Мерс-Эль-Кабире и Дакаре, стала очень серьезным аргументом в пользу того, что дружить с Британией нельзя. И отношения между Вишистской Францией и Великобританией всерьез обострились. И до сих пор французские историки вот эту операцию катапульта англичанам припоминают. С другой стороны, далеко не все французы в 1940 году после капитуляции Франции были согласны сдаться на милость немцам. Часть французских войск, эвакуированная в Великобританию, выразила готовность продолжать сражаться. И там, в Великобритании, в 1940 году была создана организация с названием «Свободная Франция». Которая потом получит название «Сражающая Франция». Во главе этой организации стал генерал Шарль де Голь. И вот войска вот этой самой свободной Франции, чей флаг украшал Орлеанский крест, напоминание знаменитой орлеанской деве Жанне Д'Арк, продолжали на стороне антигитлеровской коалиции воевать с немцами, воевать с немецкими союзниками, в том числе воевать и с войсками Вишистской Франции. Надо сказать, что Франция имела большие колонии в Африке, там же большие колонии имела Великобритания и Италия. Итальянцы вообще в 30-е годы создавали свою колониальную империю, захватывая Эфиопию, захватывая Ливию. Муссолини бредил восстановлением Великой Римской империи. Когда начинаются военные действия, когда в июне 40-го года Италия вступает во Вторую мировую войну, Муссолини решил расширить свои африканские владения. И с июля 40-го по январь 41-го года идут достаточно серьезные бои. Из итальянского Сомали, из Эфиопии итальянские войска вторгаются в британские колонии Судан, Кения, Сомали, а в это же время в Западной Франции, там где располагались колонии французские, в первую очередь в Сенегале и Габоне, идут с переменным успехом бои между частями верными движению «Свободная Франция» и войсками режима Виши. Однако с января 41-го года ситуация на Центральноафриканском театре военных действий кардинально меняется и с января 41-го года начинается победное шествие союзников. Итальянцы разгромлены и к ноябрю 1942 года итальянцы теряют все свои территории в Восточной Африке, итальянская Сомали и Эфиопия оккупированы английскими войсками и колониальная империя Муссолини начинает шаг за шагом рушиться. Параллельно с этим английские войска при поддержке войск сражающейся Франции устраивают Мадагаскарскую операцию, опасаясь, что на Мадагаскаре при поддержке Вишистов японцы получат военно-морскую базу для действий в Индийском океане. С мая по ноябрь 1942 года английские войска проводят Мадагаскарскую операцию, так называемую операцию «Броненосец», беря под контроль вот этот вот остров. Правда, масштаб всех вот этих военных столкновений в Западной и Восточной Африке, на Мадагаскаре, он был, прямо скажем, достаточно невелик, и сравнивать его ни по масштабам, ни по значению со Сталинградской или Курской битвой, конечно же, невозможно. А вот более значительные события разворачиваются в Северной Африке. Там, в Северной Африке, итальянское наступление, предпринятое из Ливии в направлении Египта, Суэцкого канала, Александрии, захлебывается. Там итальянские войска тоже терпят поражение от бриттов, и на фоне всех вот этих вот поражений конца 1940 года, Муссолини вынужден обратиться за помощью к своему союзнику Гитлеру. В феврале 1941 года Адольф Гитлер отправляет в Африку так называемый Африканский корпус. Германские войска, в том числе и танковые дивизии, под командованием знаменитого танкового генерала Эрвина Роммеля. Эрвин Роммель вошел в историю с прозванием Лис пустыни. Вот что-что, а воевать в пустыне этот человек имел, умел, мог, и пока он командовал африканским корпусом, англичане и американцы впоследствии в Северной Африке будут весьма и весьма чувствительные поражения время от времени нести. Роммель, высадившись в Африке в феврале 1941 года, уже в марте-апреле, начинает вместе с подчиненными ему итальянскими войсками наступление в направлении Египта, создавая очень серьезную угрозу для коммуникаций Британии по Суэцкому каналу. Британия – держава морская, и для нее контроль над узловыми точками мировых морских путей, такими как Суэцкий канал, совершенно важен. Если бы германо-итальянские войска взяли под контроль Египет и Суэцкий канал, то они бы прервали пути сообщения из Индийского океана в Средиземное море, они бы получили возможность угрожать месторождением ближневосточной нефти, пустить за реку Нил, за Суэцкий канал немцев и итальянцев было никоим образом невозможно. Поэтому неудивительно, что в британской историографии такое значение придается сражению, которое остановило вот это Роммелевское наступление. Это битва при Эль-Аламейне, которую, так же как американцы считают своим Сталинградом сражение у Мидуэя, англичане считают своим Сталинградом, то есть сражением, которое прямо переломило ход военных действий. Сначала войска англичан, заняв достаточно жесткую оборону, сумели остановить наступление войск Роммеля, а через какое-то время, в мае-июле 42-го года, когда немцы вторично попытались прорваться к Суэцкому каналу, под Эль-Аламейном разворачиваются очень серьезные бои. Англичанам удалось подтянуть туда войска из Австралии, из Новой Зеландии, из Индии. Во главе этих войск был поставлен очень талантливый британский генерал Бернард Монтгомери, и под Эль-Аламейном немцы были остановлены. Танковые клинья Роммеля остановились, немцы были вынуждены перейти к обороне, а в октябре 42-го года, накопив силы, англичане переходят в свое наступление под Эль-Аламейном, начинается второе сражение у этого города, которое заканчивается тем, что германо-итальянские войска Роммеля вынуждены начать отступление из Египта в Ливию, а потом еще и дальше-дальше-дальше в Тунис. Вот это вот отступление в Ливию и Тунис сопровождалось немалыми потерями, немалое количество германских и итальянских солдат попало в плен, впрочем переоценивать его значение, наверное, все-таки не стоит. Да, конечно, красивая метафора британский Сталинград, однако по масштабам все-таки сражения при Эль-Аламейне, да и по значению своему со Сталинградом, наверное, не сравнится. Совершенно неудивительно, что британский премьер Уинстон Черчилль по поводу битвы при Эль-Аламейне сказал так вот очень метафорично, это еще не конец, это даже не начало конца, но, вероятно, это конец начала. То есть намек на то, что вот на Эль-Аламейне экспансию итальяно-германских войск удалось остановить, но их же еще и разгромить надо. Выиграть вторую битву при Эль-Аламейне, погнать войска Роммеля в Ливию, а потом и в Тунис, итальянцам, прошу прощения, британцам, очень серьезно помогли их союзники, американцы. Разговор о том, что американские войска должны высадиться в Европе для того, чтобы принять активное участие во Второй мировой войне, велись давно, и в конце концов было принято решение американские части перебросить в Северную Африку. В ноябре 1942 года в Северной Африке происходит высадка англо-американских, в первую очередь, конечно же, американских войск. Местами для высадки выбрали два алжирских порта, это Арам и Алжир, и марокканский порт Касабланка. Вообще-то эти территории находились под контролем вишистского правительства Франции, но с местной вишистской администрацией американской разведки удалось договориться и серьезного сопротивления высаживающиеся американские войска не в Касабланке, не в Аране, не в Алжире не получили. Эта высадка получила название операция «Факел», командовал высадкой американских войск генерал Дуайт Эйзенхауэр, тот человек, который впоследствии будет командовать высадкой англо-американских войск в Нормандии, знаменитой операцией «Оверлорд» 1944 года, а потом уже в 50-е годы станет президентом Соединенных Штатов Америки. Поскольку вишистское руководство серьезно не оказало сопротивления высаживающимся англичанам и американцам и всерьез думало о том, чтобы перейти на их сторону, Гитлер, узнав об этом, предпринимает решительные меры. Гитлер отдает приказ оккупировать оставшуюся часть Франции, Южную Францию. Тогда, кстати, немецкий спецназ попытался захватить остатки французского флота в городе Тулон, но французские моряки, которых не смогли добить англичане во время операции «Катапульта», остатки своих кораблей предпочли затопить, но не сдать им немцам. А после приказа об оккупации Южной Франции уже никаких сомнений у вишистских войск в Северной Африке не осталось, и они в массовом порядке переходят на сторону союзников. Вместе с англичанами и американцами начинают воевать против итальяно-германских войск в Северной Африке. Немцев и итальянцев загоняют в Тунис. Там во время достаточно тяжелых боев немцы вынуждены отступать. Роммеля Гитлер вытаскивает из Африки и отправляет на другие, более опасные, по его мнению, участки фронта. А в мае 1943 года, 13 мая, остатки германо-итальянских войск, знаменитого вот этого африканского корпуса Роммеля, неподалеку от Туниса, были окружены, прижаты к морю и вынуждены капитулировать. Сегодня в британской литературе, в том числе и в интернет-источниках, в том числе и, например, в знаменитой Википедии, указывается цифра в 250 тысяч пленных, которых захватили во время вот этой североафриканской кампании, что, в общем-то, по масштабам количества взятых в плен приравнивает ее, наверное, к Сталинградской битве. Однако, у некоторых историков эта цифра вызывает серьезное сомнение, по крайней мере, известно, что численность всего африканского корпуса еще до начала решительных боев в Тунисе, то есть самых кривопролитных и тяжелых, была в полтора раза меньше. То есть около 180 тысяч человек, откуда взялось 250 тысяч пленных, нет ли здесь преувеличения, вот этот исторический вопрос остается невыясненным. По крайней мере, мне и в голову, наверное, не придет сравнивать по значимости сражения на Курской дуге и под Сталинградом со сражениями в Северной Африке, хотя, повторюсь, они, конечно, были весьма и весьма кровопролитными. То, что Северную Африку сумели очистить от германских войск, это позволило создать благоприятнейшие условия для того, чтобы союзные войска перенесли боевые действия снова на территорию Европы. И здесь было два возможных варианта развития событий, даже три. Англичане предлагали осуществить высадку либо на юге Франции, либо осуществить высадку на Балканах, в Греции. Но американцы настояли на том, чтобы высадка производилась в Италии, где возникла такая ситуация, что одного из главных союзников Гитлера можно было из войны вышибить. И в результате в июле 1943 года две армии, одна британская, другая американская, осуществляют высадку на Сицилии. Очень быстро вот эта высадка союзных войск, она называлась операция Хаски, приводит к тому, что итальянцы фактически прекращают сопротивление. Итальянские дивизии в Северной Африке были полностью деморализованы и на Сицилии тоже серьезного сопротивления не оказали. В отличие от немцев, немцы защищались отчаянно и сумели организованно через пролив Миссинский отступить на территорию континентальной Италии и там укрепиться. Немцам не удалось предотвратить высадку англо-американских войск в самой Италии. 3 сентября 1943 года английские и американские войска высаживаются на территории Италии. Но немцы, тем не менее, будут достаточно долго, почти до самого конца войны, в Италии продолжать сопротивление. Высадка союзников в Италии 3 сентября 1943 года привела к достаточно серьезным последствиям. Видимо, итальянская политическая элита осознала, что под руководством фашистского дучи Бенита Муссолини они зашли куда-то не туда. Итальянские войска разгромлены везде, где только можно. Их разгромили и в Африке, их разгромили и под Сталинградом, а теперь американский и английский сапог топчут собственно итальянскую землю. Мириться с этим было никак нельзя и в дальнейшем, видимо, на Муссолини уже не рассчитывали. Поэтому 8 сентября, не прошло и недели с момента высадки союзных войск в Италии, в Италии происходит государственный переворот. С распоряжения короля Виктора Эммануила и маршала Бадольо высший фашистский совет смещает диктатора Муссолини и помещает его под арест. И в этот же день Италия заявляет о своем выходе из войны. Гитлер на это отреагировал молниеносно. Видимо, подозревая, что подобный расклад событий вполне себе вероятен, он решил, что раз итальянцы не желают воевать с англичанами и американцами напрямую, будут воевать из-под палки. Гитлер отдает приказ о том, чтобы германские войска, располагавшиеся на Апеннинском полуострове, взяли Италию под контроль, разоружили итальянские войска. Было дано распоряжение занять те зоны на юге Франции, которые были оккупированы итальянскими войсками. Но самое главное, Гитлер не мог не выручить своего давнего друга Муссолини. Была спланирована операция, которую возглавил немецкий диверсант номер один Отто Скорцени. В рамках этой операции на планерах немецкие спецназовцы во главе со Скорцени добрались до высокогорного отеля, где находился арестованный Муссолини. Муссолини был освобожден, вывезен сначала на север Италии, потом в Вену, а потом вернулся обратно в Италию, провозгласив с прямого приказа Гитлера о создании Итальянской социальной республики. Раз король и бывшие друзья по фашистскому лагерю его свергли, теперь у нас будет своя Итальянская республика со своими атрибутами власти и прочими приятными вещами. Итальянская социальная республика Муссолини, просуществовавшая с 1943 по 1945 была абсолютно марионеточным государством под полным и безусловным контролем германского рейха. Фактически вот это государство, занимавшее северную часть Италии и часть центральной Италии, спровоцировало самой Италии гражданскую войну. Там было немалое количество антифашистов, которые до этого пытались организовать какое-то движение сопротивления, а теперь, опираясь на союзные войска, итальянские партизаны начинают активные действия против фашистов Бенита Муссолини. По большому счету, гражданская война в Италии привела к тому, что итальянцы выступили, по крайней мере официальное правительство Италии, выступило на стороне антигитлеровской коалиции и итальянские войска с 1943 по 1945 год воевали по обе стороны фронта. Сопротивление в Италии было достаточно ожесточенным и только в мае 1945 года, уже фактически после подписания капитуляции Германии на западном фронте, итальянские войска, точнее немецкие войска в Италии под командованием генерала Кестлеринга наконец-то сложили оружие. Вот именно эти военные действия в Италии сегодня в западной историографии, а также и в некоторых наших отечественных исторических исследованиях называют настоящим вторым фронтом. Мы-то привыкли к тому, что второй фронт это события, которые начались в 1944 году с высадки войск во Франции. Италия конечно важный элемент европейского пирога, но в силу своих географических особенностей она достаточно узкая и линия фронта там не широкая и для того, чтобы удерживать наступающих там англичан и американцев больших серьезных сил гитлеровскому вермахту задействовать было не нужно. Тем более, что основные силы вермахта были задействованы на восточном фронте. Поэтому считать сражение в Италии полноценным вторым фронтом все-таки, наверное, нет оснований. А вот когда уж широкомасштабное началось наступление в Северной Франции, в Нормандии, а потом еще в Южной Франции, вот тогда вот второй фронт реально был открыт. Но это появится только в 1944 году. Мы уже говорили на одной из предыдущих лекций, что в конце 1943 года страны антигитлеровской коалиции организовали Тегеранскую конференцию, на которой встретилась большая тройка Сталин, Черчилль и Рузвельт. И вот там-то и договорились о том, что в 1944 году, в мае, будет открыт второй фронт в Северной Франции. Таким образом, к концу 1943 года стало очевидно, что в войне произошел перелом. На Тихом океане японская агрессия была остановлена и Соединенные Штаты Америки переходят в контрнаступление. Были разгромлены немецкие и итальянские войска в Африке. Африканский театр военных действий закончился. Была освобождена от фашистов Сицилия и южная часть Италии. Один из главных союзников Гитлера, итальянское королевство, из войны вышло. Хотя, повторюсь, часть Италии под руководством Муссолини продолжала воевать на стороне Гитлера в составе Итальянской социальной республики. Вот так вот разворачивались события в 1943 году. Ну а мы дальше с вами снова вернемся на фронты Великой Отечественной. Нас ждут знаменитые 10 сталинских ударов 1944 года и победный 1945. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...